Для 17-летних футболистов этот турнир едва ли не последний шанс проявить себя в рамках юношеских команд. В финал Кубка Российского футбольного союза вышли победители зональных соревнований. Это 15 сильнейших клубов из разных уголков России. Здесь уже собираются команды, те, которые хотят чего-то достичь, хотят ребята вырасти, пойти дальше играть в футбол, какие-то команды мастеров в своих городах, может быть, других. На этот турнир, конечно же, приезжают и селекционеры, и смотрят их, кого-то выявляют лучших. Турнир проводится уже 20 лет, и за эти годы удалось вовремя увидеть немало восходящих звезд футбола. Практически все хотят продолжить путь в большом футболе, но, естественно, дано это далеко не всем, но, тем не менее, эти турниры именно для этой цели и проводятся, это и популяризация футбола. Впервые за несколько лет в финал турнира вышли и сочинские футболисты. Для команды и это уже большой успех, но их тренер уверен, главные победы впереди. Этими соревнованиями мы покажем, что в футболе в Сочи существует детей очень много перспективных. Единственное, что нет последнего аккорда, куда детям стремиться. Нет основной команды, команды мастеров, куда дети должны стремиться. Но мы надеемся, что в этом году команда будет возрождаться жемчужина, и мы готовы наших детей готовить для основной команды. Конечно, главная награда для каждого юного футболиста – это шанс попасть в профессиональный футбол. Кроме того, победители получат Кубок Российского футбольного союза, а игроки команд, занявших призовые места – звание кандидатов в мастера спорта по футболу. Каким клубам это удастся в нынешнем году, станет известно 22 октября. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ